На крайнем случае здесь она будет управляться стрелочками. Продолжение следует... 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 Виктор Михайлович Галинский присутствует. Это наш тогдашний ректор Виктор Григорьевич Кирилл Кублюмов, а это Владимир Михайлович Кищеведенцев. Итак, партнер. Значит, а это все участники школы. Ну, здесь, опять-таки, вот Бась. Здесь сидит, значит, Михайлович Рязанов, Кирилл Кублюмов, Шапира, Кирилл Соломонович, Марков, Моисей Александрович, это Виктор Михайлович Галинский, это Дмитрий Петрович Кивичевкин. А вот это молодые, так далее, что люди, это Ионик Андрадюк, я, честно говоря, не знаю его отчество, потому что некоторые люди, наверное, друг по другому называют, но мы с ним учились в одном группе, поэтому никак по другому не было. А это Ионик Владимирович. Ну, и многих других здесь можно узнать. Эта первая школа как раз проходила в лагере Волга. А это первый банкет. Это первый банкет. Этим, впрочем, любит Фадеев. Известный, как это все, это опять-таки Соломон, естественно, Виктор Михайлович Галинский. Ну, и, опять-таки, другие люди. Нет, я просто не помню. Это не вполне ничего. Он будет в празднец обращать доцент нашей кафедры, значит, Александр Ильич Галинский. Ну, и тематика первой школы до 83-го года была «Ядерная физика». Соответственно, и название была школа «Па теоретической ядерной физики». А вот, начиная с 85-го года, собственно, это была идея Русалома Чешапира, но, на самом деле, достаточно долго это все длилось. Наконец-то было понято, что каждый год устраивают школу. Просто не хватает новостей для того, чтобы рассказывать молодежь. Поэтому тематика школы мы существенно расширили. И школа получила название «Школа по теоретической физике». Ну, и в этот момент начали было происходить и не любить Николич Галинского. Вот уже 86-го года прошла школа ПВД СПЭ. Я хочу, значит, вот эту вот общую фотографию тоже на Волге. Здесь, значит, если смотреть слева направо, вот это вот, Владимир Черезин, Александр Сергеевич Александров, Александр Сергеевич Черноплёков, Лев Горьков, Юрий Моисеевич Каган. Ну, это Ваш покорный слуга. Это Александр Иванович Рудяев, не сейчас, сейчас уже покорный. Значит, Валерий Сергеевич Леонид Зоевич, наш лице-профессор. Значит, потом была школа по взаимодействию вазового излучения с веществом. Ну, вот, значит, кстати, если к Маршалле, это Валерий Сергеевич Казанцев, который, естественно, хорошо знает на работу у Вас в институте. А вот еще чуть-чуть. Ну, за весь лет с 92-го по 2001 год удалось провести только одну школу. Ну, как Вы понимаете, время было очень лихое, денег на проведение школы абсолютно никогда не было. Дело в том, что мы сейчас остались, поверьте, единственной школой, которая приглашает слушателей и, как говорится, не требует с них денег за участие. Ну, дорогу на прибытие в школу чаще, значит, слушатели оплачивают сами, а пребывание, питание и все прочее, если никаких денег мы с Вас не берем. Я думаю, что мы сейчас единственная школа, что только такая осталась. Ну, и в 2002 году было решено возразить все-таки школу. Времена, как говорится, в жизни стало налаживаться. И в 2002 году было решено возобновить школу МИФИ по теоретической физике. И всестороннюю поддержку оказал этой идеи Борис Николаевич Аныки. Он здесь присутствует. Правда, он убежал из СССР к президенту. Вот он сидит здесь. Да. Теперь он президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. После известной финансовой помощи оказал тогдашний замминистра образования. Теперь вектор МИФИ Николаевича Тиханова. Вот школа 2002 года, она, как говорится, тоже некая такая века в истории развития школы. Потому что до этого школа была, по тематике, она такая монотематическая школа. То есть была одна тема. В ВТСП, взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом. До этого была ядерная физика. Причем по ядерной физике тоже. Была либо теория ядера, либо физика элементарная. Через физическую циркульную энергию. А теперь мы решили, вот начиная с этого года, делать школу, значит, тематику существенно расширить. И это важно для того, чтобы молодежь, как говорится, не только в своей области, в которой они работают, как говорится, могла получать какую-то информацию и встречаться с какими-то людьми, активно здесь работающими. Но еще и для того, чтобы они могли слышать о том, что делается в смертных областях. Известно, что дело в том, что слово «школа» имеет несколько значений. Школа – это либо некая организация, в которой людей учат, либо такое собрание, как у нас здесь, когда тоже люди рассказывают такие последние. Но еще школа – это и группа людей, возглавляемых как-нибудь учителям. Дело в том, что большинство физико-теоретиков, которые сейчас работают, считают себя, считают, что они принадлежат школе ландару. И мы тоже, может быть, с некоторыми своими самонавидностями, но это объясняется просто тем, что, во-первых, мы учились по книжке ландару, во-вторых, нас учили ученики ландару. Мне, моим коллегам, нам очень повезло у нас. Нас учили коллеги, как Иса Альбович Кумрачу, как Эльбин Шмейгдау, значит, Гревич и другие. В школе ландару всегда люди занимались не какой-то обычно одной узкой темой, а различными темами, то есть специалистами в теоретической физике, а не в какой-то отдельной области. И здесь мы решили, что надо все-таки… Так что это в каком-то смысле продолжение традиции школы ландару. Но она стала международной школой. Опять изменилось название, школа стала международной, но только потому, что вот в Венеции у нас были, значит, слушатели из разных стран. Азербайджан, Армения, Украина стали иностранными государствами, да? И поэтому, как говорится, оттуда приехали, мы стали международными. Правда, были слушатели из Германии, из Италии. Правда, это в основном наши люди, которые туда, значит, приехали. В теореме, значит, приобрели такой статус. А вот лекторы, которые были на этой школе, в Венеции. Здесь пока Тимофеевич Беляев, Рогинский из МГУ, Витухновский, Фиан, Ну, Владимир Ширисин, Кадан, Капаев, Илья Васильевич Кулик, Сергей Павлович из МГУ, Ларнина Анатолий Иванович, Лозовик Юрьевич, Лозовик, кстати, у нас будет лектором и здесь, Максим Александрович, Валерий Петрович Яковлев, значит, Мишин. И, к сожалению, вот эта школа, значит, вот так, для нас это было некое событие, и оно отнялось все силы и время, даже нас не смотило вот на фотографии. Где-то они должны быть, где-то зашкать. Ну, где-то, где-то архивы не сохранят. Официальных архивов нет. Какя Лукова, Валерий Петрович, Валерий Петрович, Найсен Владимир Ширисович, с Extraser Луков不會 открывать, А вот, смотрите, лектор Джордан Гудман, Профессор Юрий Попадобулос из Университета штата Мэрилен, Офисович Васильевич, Мередев, директор института теоретов физики Ландау, Махлин, тоже из института Ландау, Чермен, из Таиша, Юрий Васильевич Капаев, из Фиана. И вот эти люди были искал театр, Высов Борисович Тимофеев из института физики твердого тела. Опять-таки тематика была обширная. Ну вот здесь общая фотография. Как всегда, векторы приезжают, как говорится, не все сразу и не на весь срок, поэтому тут неполный состав. Вот мы видим здесь, значит, вот Микландир Сариханов здесь сидит, значит, Борис Николаевич Абдикий. Вот это Джордан Кудман, это Попадополос, это опять Лархатополос. Вот там Алексей Сарамович Иосилевич. Значит, ну хорошо, ладно, достаточно, наверное, я сейчас глядился. Вот это лекции, это как раз лекция Попадополоса. Все это на уме происходило. Это лекция Джордана Кудмана. Кстати, им все понравилось и американцам. Вот Борис Николаевич улыбается, потому что, значит, я их спросил, ну как вам там для экзотика, извините, душ на улице, туалет, в общем, тоже. Горячей воды в номере нет. Вот, значит, ну для молодежи это хорошо, потому что там купаться можно, рыбу ловить можно, волейбол можно играть, там, футбол можно играть, чего угодно. А комфорта все-таки не было. Ну, было немножко бурисно, спрашиваю американцам, ну как вам, понравилось здесь или нет. Говорит, вы знаете, все очень понравилось, не хватало только двух вещей. Кофе, ну вот, был кофе, кофе, брейки были, все, будет кофе. Но хотелось бы людям пойти в бар и, значит, заказать себе кофе, выпить тогда, когда ему хочется, а не когда вот там интернет, действительно не было там указать. Вот, ну так вот, я представляю школу 2010-го года. У нас сейчас юбилей, нам 40 лет. Первая школа была в 70-м году, сейчас в 2010-м год. Так что я всех участников школы и всех ее организаторов, в том числе и самого себя, поздравляю с этим юбилеем. Надеюсь, что... Значит, я несколько слов о нашей школе сегодняшней. Вот программа иммунитет, значит, можете здесь посмотреть. Значит, вот есть здесь из МИФИ руководители, это, значит, Светлана Проседатель, я, Зан-Поседатель, Сергей Васильевич Покрухин, ученый секретарь. Кроме того, я, Микалович Крохин, Леонида Александрович Максимов, вы, в ролике, Семенович Сергеев является членом правильного комитета. Тематика вот здесь вот написана, она такая, как на прошлой школе, но я должен упомянуть, что школа проходит за счет средств офицерской кадры и финансовой поддержки генерал Минифин. Вот они здесь перечислены, Высоцкий, Гальков, Гарамин, Кутикоин, Константин Абрамович, он здесь сейчас в институтской героскопии, Мирлин из университета Кауцерской Германии, Яв, Бухов Александр Михайлович из университета Дюйссельдорга, Валерий Николаевич Лубаков, который завтра приедет, Алексей Старобинский из института физики Федерман и Чечеркин. У нас есть почетные гости. Вот Исак Маркович Холайев, который здесь присутствует. Я думаю, что нет никакой нужды представлять Исак Марковича, но Исак Маркович является выдающимся, можно даже сказать, великим физиком. Он, как говорится, оставил глубокий след в самых разных областях физики, в том числе текучести, вообще физика твердого тела, и планку электродинамика, и общая теория относительности, космологии. И даже, представьте себе, внес существенный вклад в создание атома Бога. Да. Он выдающийся организатором науки. Он много лет был директором института теоретической физики. Ландау сейчас, он почетный директор этого института. Но, мне кажется, что самое главное для нас и для меня лично, то, что Исак Маркович вместе с Громовичем Ландау является создателем той школы физики, той школы теоретической физики в Советском Союзе и в России, которая до сих пор остается ведущей. И он является для нас как бы носителем этих традиций и, если угодно, символом этого видео. Мы очень горды тем, что он присутствует здесь, среди нас, и очень вам и сократно и благодарны. У нас присутствует Борис Николаевич Аныки, президент Дни Яуми Фи, который много сделал для того, чтобы школа действительно восстановила свою работу. И вот то, что мы здесь существуем, если бы уже не его поддержка, в те уже далекие годы, непонятно, что бы здесь было. У нас присутствует Наталья Викторовна Кремлева, это дочь Михаила Викторовича Галецкого, она всегда у нас приглашается на школу. А еще хочу сказать, что вот слушатели, значит, более 50 человек, еще не все приехали. Вот обратите внимание, из каких институтов, из скольких институтов люди здесь присутствуют, правда, не знаю, присутствуют ли все, но они уже заявились, что должны были приехать. Это, кроме МИФИА, практически все. Это Кручатский институт, кроме МИФИИ. Кручатский институт, это ВНИЕ в городе Сороеве, это институт геор Физики Московского университета, Институт пипетроскопии, Институт теоретики имени Ландау, Институт прикладной математики РАН, ФИАН, Институт общей физики, Институт космических исследований, Томский босс-университет, Оренбургский босс-университет, Воронежский босс-университет, ОЕЯ, ГУДНАМА, ФИСТЕК московский, ООО «Кимитет-ЛАП», ООО «Которое занимается наукой». Институт электрофизики и радиационных технологий, Академия наук в России, Белгородский государственный университет, Институт теоретический экспериментальный физический центр гравитации и фундаментальной метрологии в НИИС, ВИНГТУ и МИНИПАУ. Ну, то есть спектр, как видите, очень широкий. Ну, а теперь я просто хочу проголосить всем успешной работой, одновременно приятного отдыха. Спасибо за внимание. Спасибо. Во-вторых, поблагодарить преподавателей, которые пришли в возможном участвовать в этой школе. Собственно говоря, такое сочетание, которое было задумано, молодые физики и опытнейшие профессора должны время в времени встречаться вот в такой обстановке. Ну, идея, знаете, в жизни живой живет. Эта идея, как-то, значит, очень быстро прижилась. И я должен выразить еще благодарность вот и руководству, вот из пара кафедра, ну, как у нас, наверное, это кафедра теоретической физики. Официально она по-прежнему, как она называется, кафедра теоретической физики. Но также, вот, по-моему, жизнь поворачивает и на другие области физики. И, в общем, в этом нет ничего противоестественного. Ну, хотел бы вот молодым людям сказать только одна вещь. Вот вас здесь немного. И со временем, когда вы станете работать практически, окажется, что, вообще-то говоря, круг людей, с которыми вы общаетесь, которые понимают, что вы делаете, о чем вы говорите, не так ушел. И кажется, что вот такие коллективы должны быть очень неустойчивыми, очень хрупкими. В действительности в жизни все происходит по-другому. Вот те, значит, тяжелые для российской мировой времена, которые вспоминать не хочется, поэтому Николай Борисович, как вскользко-западу, сказал, показали следующее. Да нет, вот эти коллективы очень надежные. Мы в конце с вами увидели, при финансовой поддержке, там, по ЦП-кадре и так далее. А если вообще без финансовой поддержки, что школу закрывали, то она не закрылась. Вот в это время и иностранные ученые протянули на руку помощи. Вот присутствие американских ученых, это было, понимаете, не просто интерес, это была еще и поддержка нашей просьбы. Почему? Потому что, знаете, вот авторитет фундаментальной науки как-то стал качаться в нашем обществе. Даже власти, предлежащие на этот счет, что-то такое не слишком разумительное стали говорить. Это раз. А во-вторых, и финансовая поддержка выпускников при СП-кадре, которые работали в это время за рубежом, она позволила нам проводить вот на Волге, в тех самых аспартанских условиях, вот эту школу. То есть через все бурья нам прошла. Ну, а руководство МИФИ поставило перед собой такую задачу. Ну, когда все валится, надо сохранить ядро. Как военные говорят, сохранить работу, живую силу. Тогда жизнь пойдет и дальше. И вот мы сохранили школу по теоретической физике и школу по физике реактивной. Ну, вот они так через год проходят, независимо от всех социальных условий, независимо, так сказать, в общем, от наших финансовых возможностей. Всегда находим эти возможности. Я это вам говорю, почему. Потому что вот как раз живем мы в период, когда люди иногда мыслят слишком утилитарно. Вот давай результат, давай, понимаешь, как лакуй. Ну, а что касается там фундаментальных исследований, да это игра в ума, игра в бисер. Все это такая ерунда, на самом деле. Вот потом вы в своей жизни убедитесь. Вот даже любая физическая установка, любая, ну, кажется, какой с ней был информационный объект. Для того, чтобы его создать, приходится выходить всегда на максимум каких-нибудь параметров. Это настолько двигает вперед, значит, всю нашу промышленность, всю нашу технику, что вообще целый мир, самый выгодный бизнес на белом свете, это фундаментальные исследования. Если летаешь, у него используют управление государства, управление промышленности. Эти мои слова направлены на то, чтобы вы в своей жизни всегда и во всех случаях сохраняли чувство собственного достоинства людей, которые занимаются абсолютно важным для человечества, абсолютно необходимым делом. Спасибо. Теперь слово представителя Маркича. Халарик, пожалуйста. Да, не, я в идее открою, чтобы меня услышали. Вы не знаете, какие указания? Нет, я думал, просто вводит переграфон, а она есть. Нет, нет, вы, вы, я в этом, сейчас вы сидите, я поставлю микрофон, все, и говорите. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мне очень приятно встречаться с молодежью, потому что напоминают мне мои молодые годы. И вот такие симпозиумы мы называли только когда начальник, мы были первыми, и называли это симпозиумом. И первый такой симпозиум мы проводили в Одессе, на 10 лет раньше, в 61-м году. Мы жили тоже в таких спартанских условиях. Я жил в комнате с Виктором Галлицким, Гальковым и Зелошинским. Вот, неплохая компания. Надо сказать, что участников этого первого Одесского симпозиума мы очень тщательно выбирали. Это были, правда, молодые годы, чуть постарше вас уже, ну, на уровне, примерно, кандидата в наук. И вот мы решили мучить из молодых собрать. Ну, могу сказать сейчас, в югоплоте, например, было человек 50, что все, кто участвовал в первом нашем молодежном симпозиуме 61-го года, впоследствии были избраны в Академии Новгорода России. Все, без исключения. Это, так сказать, что система отбора, селекции... Ну, я был организатором. Я вообще всю жизнь был ненавидушен к молодым людям, потому что, ну, и экзамены тео минимума, ландау основные я принимал. Ну, и, так сказать, мне нравились молодые люди, так сказать, умные лица и так далее. Я бы сейчас... Я не ограничен? Нет. Вы меня, извините, что небольшой политический уклон будет. Дело в том, что недавно в окружении нашего... Сначала премьер-министра, премьер-президента, появился некий талантливый экономист, как они говорят. Но, когда я посмотрел на этого уклонистения, не буду называть имя, он занимает там очень высокое место в администрации, я стал думать, да, какое-то лицо у него, оно вроде какое-то интеллигентное, но почему таких лиц я в жизни не встречал? Через мои руки прошло огромное количество молодежи, потому что давали мне технику и потом работали в нашем институте, когда он начинал свою деятельность. Но я задумался. Вот вроде даже интеллигентное лицо, но вот таких лиц в теории физики я ни разу не встречал. Это у меня критерий, значит, и то, что я не встречал такие лица, это многому говорит. Я хотел найти определение по этим лицам, потому что вроде интеллигентное лицо, и вроде так, так, так. А вот такие нам никогда не попадали. И я... Вы меня... Извините, потому что я буду... Я буду без сенсора. Здесь нет сенсора. Нет сенсора. И я вспомнил одного химфизика, который был в родственных отношениях с одним близким моим другом, физиком, имя которого вы знаете, поэтому я не хочу. Очень хорошо знаете. Это был первый муж второй жены этого известного стихика. И вот он был... стал специалист, хорошее всего. Но о нем мигдал... У меня действующие лица будут все... или нас знакомые. Мигдал... О нем сказал, что-то в нем есть такое... не похоже на других физиков, теоретиков или химиков. И он определил мигдал. Он сказал, что это тип вдумчивого дурака. Вот представьте себе, вот такой вдумчивый, который задает вопросы и так далее. И вот тип есть. Вдумчивого дурака. Я надеюсь, что вы как раньше в жизни что-то вам повезет, сможете применить это определение. Провели мы в 1961 году Одесский симпозиум. Я вам рассказал, что такие были участники. Нужно сказать, что когда я вернулся, от осени 1961 года Ландава вернулся. С Лишесом он был в Крыму. Говорят, может быть, и Лишесом сказал, что это был первый год, когда после летних каникул Ландава не хотел возвращаться. Это был последний год Ландава. И он не хотел возвращаться в Москву впервые. Обычно он рвался в Москву, как червовские герои, работать, работать, работать. А вот в 1961 году Ландава неохотно возвращался в Москву. И когда мы встретились, я ему рассказал про Одесский симпозиум, и он долго не мог понять, что это такое. А мы такого типа мероприятия только начинали. На Западе они уже были, но Ландава в это время на Западе не бывал. Но все долго. Спрашивали меня, так что же мы там делали целый месяц? И Жак, к сожалению, вскоре случилась эта трагедия в Европе 1962 года. И так он дал и узнал, что мы делали месяц в Одессе. Вот. Конечно, эти традиции, вот эти школы, потом, затем мы, или даже перед этим, начали проводить школы в Бакуриане, с лыжами, по физике низких температур. У нас была операция с РТРом Андроника Швини. И я думаю, что эти школы, они и сейчас продолжаются. Я слышал, что в Одессе даже продолжаются эти школы. То есть эти традиции, как уже отмечал здесь Борис Николаевич, эти школы, это, как говорится, тот капитал, который нужно беречь во всех условиях. Потому что условия меняются, а нужно думать, чтобы основная линия сохраняла все-таки, чтобы, главное, это молодые и способные люди, надо, как говорится, собирать и готовить к счастливой жизни в будущем. Я, должен сказать, что я с удовольствием принял приглашение, Николая Борисовича. Потому что мне захотелось увидеть молодые лица. Честно говорю, это эгоистично, конечно. Я мог вам много рассказывать о том, как все начиналось. Потому что вы в моем лице можете видеть первого участника математических олимпиад 35-го года. В 35-м году, можете представить, это только кончился голод в стране, только первые шаги. И в 35-м году начали проводить первые математические олимпиады. И вот я участвовал в Днепропетровском университете в первой такой олимпиаде. Занял конечный, но занял первое место, был чемпионом Днепропетровской области. Об этом писали газеты. Газеты, кстати, даже провинциальные, уделяли внимания таким событиям, как группская олимпиада, математическая олимпиада при группировских школьниках. Газеты писали. Была местная газета «Заря», она во всем этом писала. Сейчас, я вам должен сказать, что сейчас нелегкое время в науке не только потому, что прагматизм взял вверх, и в нашей стране он в какой-то степени и на Западе не имеет место. Но сейчас не самое лучшее время для физики. Все-таки слегки были сняты, и осталось очень трудное, мне известно вообще, остались задачи, которые неизвестно имеют ли решения, может вообще и не иметь решения. Единые теории тоже возможны, невозможно. Это, как сказать, осталось очень трудное, неизвестно, когда будет все это решено. Поэтому перед вами стоит довольно сложная задача. С одной стороны, надо вам самоутвердиться и сохраниться в довольно сложных условиях. А во-вторых, участвовать в очень трудном этапе развития физики. Очень трудно. Потому что самое интересное, и, может быть, это мы и легкое, уже сделаем. В общем, будет свободное время, мы еще с вами поговорим. А сейчас я хочу пожелать вам всем успехов в работе этой школы, и помнить, что перед вами стоят очень трудные задачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас я слово за вам Сергею Васильевичу Покружеву, который вам скажет, как вы нашли. Спасибо. Мне даже неудобно говорить о таких прекрасных выступлениях замечательных. А я ваше внимание займу, конечно, не физикой, не историей, всего лишь распорядком дня и расписанием. Поставь следующий. Вот. Значит, следующее дело. Сегодня, после того, как у нас закончится церемония открытия, будет кофе-брейк. И после этого начнется рабочая программа. Начнем с лекции Александра Михайловича Куркова из университета Дильсельдорфа. Романтилистика из «Platmas for High Radiant Party». И после этого вместо ужина будет кофе-брейк, которая проходит не на втором этаже, где у нас завтрак, обед и ужин, а в ресторане «Империал», в который можно попасть, если вы выйдете из этого корпуса и пойдете прямо-прямо, вы мимо него не проедете. Там такая выездка, которая невозможна. Ну, сегодня день особенный, а вот завтра, в качестве примера, я привел расписание обычного рабочего дня. Завтрак у нас в 9, потом первая лекция. Ну, вот здесь у нас есть во всем расписании три окна. У нас 21, два или три окна, у нас 21 лекция может быть всего. Четыре лекции в день плюс сегодня вечерняя. Но всего у нас реально лекция 18 будет или 19. Поэтому два или три окна, вот одно из этих окон, которым вы можете воспользоваться для того, чтобы что-нибудь обсудить или воспользоваться теми возможностями для обитающих окон, как представляет эта шансионат. Вы их можете узнать на резервшене. А потом будет лекция Константиновича Кикоина, обращая внимание, что произошли перестановки. То есть в той программе, которую мы вам раздали, была лекция Николая Борисовича. Вот это одна из немногих перестановок. Надеюсь, что больше перестановок не будет. А после обеда две лекции Рубакова на космологии и Большой Адроме Николаевны. Ну и так далее. Вот эта стандартная программа будет в своем оборудовании А лекции мы будем вывешивать на доске расписание, если оно изменится. Там оно сейчас висит, вот в том виде, в котором я вам его показывал. Если изменений не будет, оно и остается. Если есть изменения, мы эти изменения в программе отразим. Ну кроме того, в начале каждого дня я буду говорить о том, что изменилось, если что. Наверное, это все, что я вам хотел сообщить. Ну, я думаю, что не стоит подчеркивать, что присутствие на лекциях обязательно. Поэтому, да, у вас еще раз приезды от Рима, приедем, и отдохнуть вас, узнать что-то новое и интересное вашим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, наверное, мы закончим церемонт открытия и приглашается все на кофе-брейк, да? Ну, кофе-брейк нужно столовой. Только не медленно, а в 17-м. Мы не просто быстро закончим. То есть в 17-м столовой рассматриваем этот ход брейк как полный? Да. А полный момент? Полный момент вместо полного. Полный момент. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это? Что это? А я не знаю, она и по-моему отсюда не ко мне.